Боровиковский работал довольно много и плодотворно. Он полностью реализовался в разнообразных направлениях портретного жанра и по сравнению с не менее признанными мастерами Федором Степановичем Рокотовым и Дмитрием Григорьевичем Левицким оставил огромное художественное наследие, состоящее из трехсот с лишним произведений. Женские портреты кисти Владимира Лукича преимущественно поясны, не изобилуют композиционными приемами. Как правило, художник лишь незначительно варьирует расположение фигур. Тела нарисованных им барышень почти всегда опираются на спокойно сложенные руки. Иногда опорой служит только локоть, а кисть свободно свисает. Данное положение копируется на работах Боровиковского почти буквально и несет особой психологической или смысловой нагрузки. Одинаковый покрой рисуемых им платьев, непременно широким открытым воротом, обнажающим шею и облегчающим плечи. Кажется, что для живописца фигура всего лишь скульптурный пьедестал. Зато выражение лиц, его модели и поворот головы передают особую неповторимость характера. Их выразительность притягательна настолько, что схожесть поз прощается художнику с легкостью. О красоте дочери Обер Камергера Александра Львовича Нарышкина и Лены ходили легенды. Неудивительно, что когда Боровиковский смог лично познакомиться с девушкой, он мгновенно решил создать ее портрет. Картина написана, когда Елене было 14 лет. Цветовые акценты на холсте поставлены на двух элементах – нежно-розовом бутоне цветка и спадающий с плеч небесно-голубой шарь. Девушка изображена с простой домашней прической. Темно-каштановые пышные завитки хорошо оттеняют фарфорово-белую кожу и тонкий профиль. Плотно нанесенные друг к другу мазки создают практически эмалевую поверхность. В чистых условных цветах, четком рисунке и ясности контуров ощущается небольшое влияние позднего классицизма. Выражение лица Елены подчеркнуто печально, как будто она предчувствует свою нелегкую судьбу. Ирена была фейлиной императрицей. В 15 лет ее выдали замуж за князья Аркадия Александровича Суворова. Однако брак оказался несчастливым. Супруг был он не создан для семейной жизни и часто предавался за гулом в холостой компании. Оставшись вдовой в 25 лет с четырьмя детьми на руках, Нарышкина приняла решение переехать в Европу. Поскольку она не только обладала невероятной красотой и шармом, но и была далеко не глупа и неплохо пела, ей удалось привлечь к себе внимание и занять достойное место в аристократических кругах. Через 12 лет Елена Александровна повторно вышла замуж. На этот раз ее избранником стал князь Василий Сергеевич Голицын. Свадьба состоялась в Берлине, после чего новоиспеченные супруги уехали в Симферополь, где и остались жить, лишь ненадолго наведываясь в Петербург. До конца своих дней Нарышкина сохранила изящество и красоту, была дружна с Александром Сергеевичем Пушкиным и Василием Андреевичем Жуковским. А Джоакин Нарасини посвятил ей кантанту, которая впоследствии стала фрагментом оперы «Сивильский цирюльник». «Сивильский цирюльник» «Сивильский цирюльник»